Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Екатерина Георгиевна Ершова. Я доцент кафедры экологии и географии растений. И я хочу поговорить немного о том направлении нашей науки, которую можно назвать палеоэкологией, точнее о той ее части, которая интересует собственных ботаников. По-другому еще нашу науку называют исторической экологией или экологической археологией, археологической экологией. Так или иначе, это изучение истории растительных сообществ на протяжении последних как минимум 100 тысяч лет. Экология – это наука об организмах, о том, как они взаимодействуют между собой и с окружающей средой. Когда мы изучаем современные экосистемы, мы можем наблюдать их непосредственно. Можем, если говорить о растительных сообществах, описать растительное сообщество, составить полный флористический список. Мы можем померить ширину ствола, мы можем померить химические параметры почвы, измерить температуру и любой другой параметр, который нас интересует. А потом, имея все эти цифры, получать корреляции и выводить зависимости разных компонентов экосистемы друг от друга. Когда же мы изучаем экосистемы прошлого, чем занимается пара экология, мы имеем дело только со следами бывших экосистем. Как правило, это только остатки некоторых организмов, которые жили когда-то. Может быть, какие-то следы в ландшафте. Но все остальное безвозвратно ушло. И наблюдать или измерить это невозможно. Мы как будто бы имеем дело с пазлом, из которого у нас имеется только несколько кусочков. Все остальное нам нужно каким-то образом смоделировать. Представить себе эту систему целиком. И в этом нам помогают те закономерности, которые изучает современная экология. Знания об экологических нишах растений. Знания об их жизненных стратегиях. Об их отношениях к условиям окружающей среды, свету, минеральному питанию, влажности. Их индикаторные значения, которые выявляют современные экологи растений. И в этом отличие палеоэкологии. Таким образом, палеоэкология – это скорее не наука, а комплекс методов, позволяющий по отдельным элементам восстановить картины прошлого, используя весь богатый опыт современной экологии. Объектами палеоэкологии являются разного рода отложения, в которых могут сохраниться остатки ископаемых организмов. Наиболее ценными для нас являются водно-болотные отложения. Во-первых, потому что они накапливаются послойно, в течение долгого времени, непрерывно, практически не перемешиваясь. А во-вторых, потому что в них прекрасно сохраняется органика из-за анаэробных условий. Одним из видов водно-болотных отложений является торф. Торф образуется на болотах. Что такое болото? Болото – это участок земной поверхности с избыточным увлажнением, на котором произрастают растения гиграфиты, то есть растения, которые приспособлены морфологически или физиологически к периодическому или постоянному дефициту кислорода в корнеобитаемом слое. И еще один важный признак болота – это образование слоя торфа не менее 30 сантиметров. Торф – это тип отложений или горной породы, которая как минимум на 50% состоит из не полностью перегнившей органики, а именно остатков болотных растений. Торфа бывают очень разными и по цвету, и по структуре, и по химическим, и физическим свойствам, по ППАЖ. И типология торфов напрямую зависит от того, в каком болотном сообществе, в каком болоте этот торф сформировался. Классификаций болот очень много, но основная, без которой никак не обойтись, это классификация по типу питания. Какой водой питается болото? По типу питания болото делят на верховые, олиготрофные, низинные, эутрофные и переходные. Верховые болота – это болота, которые питаются исключительно атмосферными осадками, которые, естественно, очень бедны элементами минерального питания. Такие болота чаще всего образуются на водоразделах, хотя могут образовываться и на террасах речных, и на других элементах рельефа. Особенность верховых болот в том, что растениям, живущим в таких условиях, приходится испытывать не только недостаток кислорода в корнеобитаемом слое, но и крайний недостаток элементов минерального питания. В таких условиях выжить могут очень немногие виды. Из трав – пушица влагалищная, некоторые виды вересковых кустарничков, такие как клюква, антромеда, багульник, хамедавна. Все эти виды имеют очень небольшой рост, очень маленький ежегодный прирост биомассы. Тонкие, кожистые, узкие листочки, у многих неопадающие на зиму. Все это признаки растений, которые стараются максимально экономить ресурсы. И, конечно, эти растения на болоте не являются доминантами или дефикаторами. Они здесь выживают. Доминантом, который себя чувствует очень хорошо и определяет условия жизни всех остальных растений, на верховых болотах является сфагновый мох. Сфагновые мхи успешно решают вопрос с нехваткой азота путем симбиоза с азотфиксирующими цианобактериями. Кроме того, сфагновый мох может впитывать и накапливать огромное количество воды, десятки и в сотни раз больше собственной массы. Сфагновый мох постоянно нарастает в высоту и, впитывая воду, постоянно повышает уровень верхового болота, поверхность верхового болота и уровень воды в болоте. И, кроме того, сфагновые мхи выделяют в торфяные воды кислые органические вещества, которые препятствуют микробной активности. Таким образом, сфагновые мхи создают весьма благоприятную среду для своего существования, но крайне специфическую среду для существования всех остальных организмов. Так выглядит торф, который образуется на верховом болоте. Как видите, он светлый, очень-очень пористый, мягкий, насыщенный водой, как губка, и состоит почти целиком из остатков сфагновых мхов. Он очень кислый, паш его около 3-3,5, и крайне беден элементом минерального питания. Сфагновые мхи, постоянно нарастая вверх, образуя новые слои мха, снизу отмирают, образуя торф. И погребая под собой корни сосудистых растений, которые растут на этом торфе. По этой причине у всех растений, которые растут на верховом болоте, поверхностная корневая система, постоянно образующиеся предаточные корни. Или наоборот, совсем не развитая корневая система, как, например, у росянки. Низинные болота, или эутрофные болота, чаще всего расположены в понижениях рельефа. Но главное, это тип питания. Низинные эутрофные болота питаются водами, богатыми элементами минерального питания. Это либо алювиальные, речные воды, принесенные паводками в поймах рек. Либо это поверхностный сток в основании их крутых склонов. Либо это ключи, которые бьют в месте разгрузки грунтовых вод. Часто такие ключи несут в воду, обогащенные карбонатами кальция. В таком случае мы говорим о ключевых кальцитровных болотах. Поскольку почва в таких болотах, тор в таких болотах очень богат элементами минерального питания, то здесь может расти гораздо большее количество видов. И это совсем другие виды, чем на верховых болотах. Помимо большого количества трав, здесь могут расти и деревья. В частности, черная ольха может образовывать настоящие густые леса. Но, тем не менее, это не только лес, но и болото, поскольку под ними образуется мощный слой торфа. Вот мы сейчас видим примерно полметра низинного ольхового торфа. Верхняя половина этого слоя черная. Это как раз остатки, не до конца перегнившие ольхи. А нижняя часть это травяной или осаковый низинный торф с очень высокой степенью разложения. Этот торф отличается от верхового торфа не только степенью разложения, но и гораздо большим содержанием золы, то есть неорганических элементов. И, естественно, ботаническим составом. Он образован корой, листьями, ветками ольхи, а также растений типичных для таких ольховых, черно-ольховых болот. Как видим, избыток воды и недостаток света не препятствует тому, что под полугом ольхи образуется очень густой высокорослый травяный ярус. Третий тип это переходные болота. Переходными болотами называются такие, которые имеют смешанный тип питания и атмосферное влага, и частично грунтовые воды или поверхностный сток. Переходными болотами называются те болота, в которых можно встретить и олиготрофные верховые виды, и мезотрофные виды, и даже иногда некоторые эутрофные виды. Теоретически развитие болот проходит от низинных к верховым через переходные. Но на самом деле в реальности это очень зависит от локальных условий. И часто болото останавливается, развитие болот останавливается на переходной стадии на бесконечно долгое время. Мы находимся в пойме Москвы-реки в притеррасной части, в том самом низинном травяном болоте, которое вы видели в прошлой лекции. Сзади меня высокий коренной берег Москвы-реки, с которого стекает вода после таяния снега или после дождей. А впереди меня высокий прирусловой вал, который загораживает путь этой воде в Москву-реку. Вода заставится вот здесь в притеррасной части поймы и образует вот это чудесное низинное болото. С точки зрения ботаника это типичное низинное эутрофное травяное болото. Низинное потому, что оно находится всего на несколько метров выше уровня воды в Москве-реке и утропное потому, что питается богатыми грунтовыми и поверхностными водами, богатыми элементами минерального питания. А в прошлом скорее всего она питалась и алювиальными водами во время паводков в Москве-реке до того, как прирусловой вал принял современное очертание. Травяное потому, что образовано травами, типичными травами болотными гиграфитами, то есть растениями приспособленными к жизни в условиях избытка воды и периодического недостатка кислорода в почве. Как видите, эти травы очень мощные, некоторые выше моего роста, все они многолетние каждую осень все их надземные части отмирают, а весной образуют вот это биомасса образуется заново. Типичные растения низинных болот двукисточник, манник гигантский, рогоз широколистный, ирис желтый и другие. Все эти растения эутрофы, то есть они требовательны к элементам минерального питания и могут расти только там, где элементы минерального питания в избытке. то есть с точки зрения ботаники это, конечно, типичное низинное болото. Но вот с точки зрения болотоведа, а есть такая наука болотоведения, несколько отличная от ботаники, это не совсем болото, поскольку болото подразумевает как обязательную свою составную часть слой торфа, не до конца разложившейся органики, которая накапливается со временем и образует часто очень мощный слой. Для того, чтобы узнать, есть ли в этом болоте торф или нет, существует вот такой прибор, торфяной бур, специально приспособленный для бурения водных и болотных отложений. И сейчас я попробую пробурить дно этого болота. Видите, что у меня получилось? Никакого торфа здесь нет. Есть такая серо-коричневая или зеленовато-серо-коричневая масса, субстанция, состоящая из глины и органики. Такую субстанцию называют сапропель. Это озерное отложение, которое образуется на дне водоемов. То есть в данном случае мы с вами имеем не болото торфяное, а зарастающий водоем. То есть это только первая стадия заболачивания бывшего водоема. Чем интересны нам такие отложения с точки зрения палеоэкологии? Дело в том, что такие отложения накапливаются очень-очень долго. Вот эти каждый сантиметр этого сапропеля мог накапливаться десятилетия, а может быть даже и столетия. И вот эти полметра вполне могут отражать несколько столетий, а может быть и тысячелетия истории данной экосистемы. если мы посмотрим под микроскопом возьмем кусочек этого сапропеля и посмотрим под микроскопом мы помимо глинистых частиц увидим там массу остатков всякого рода организмов высших растений водорослей диатомовых и зеленых рачков насекомых губок и так далее. И если все эти организмы определить то можно составить себе представление о том что это было за экосистема что это было за сообщество в то время когда откладывался данный кусочек отложений. Вот здесь например хорошо видно что некоторые слои выделяются по цвету. Вот этот вот слой очень четко выделяется на фоне всех остальных слоев. Он состоит из малоперегнившей древесины. По всей видимости это след зарастания обмеления и зарастания водоема лесом. Потом водоем снова обводнился и снова стал накапливаться сапропей. Еще один объект без которого никак не обойтись палеоэкологу особенно если он изучает историю наземных экосистем историю растительности это почва. Почва образуется под растительными сообществами и свойства почвы напрямую связано с тем каково было это сообщество какими растениями оно было образовано но в отличие от фитоцинозов почва изменяется намного медленнее и в тех местах где мы уже не найдем в наземной части сообщества следов прошлых сообществ в почве можно обнаружить даже невооруженным глазом следы того что здесь было 100 200 300 лет назад например вот этот вот участок леса рядом с перекрестком пять углов сейчас представляет собой ельник который на наших глазах за несколько десятилетий сформировался на месте бывшего сосняка сосняк в свою очередь скорее всего вырос на месте березняка поскольку здесь встречаются очень старые березы это мы можем определить из геопатонических описаний но вот что здесь было раньше по геопатоническим описаниям определить уже не получится это легко увидеть сделав небольшую прикопку не более чем на один штык лопаты как мы знаем под хвойными лесами образуются подзолистые почвы или дерново подзолистые почвы можно было бы ожидать что в почвенном разрезе под этим лесом мы увидим типичный слой хорошо развитой лесной подстилки слабо развитый гумус горизонт и хорошо отличимые по цвету и лювиальные и эллювиальные горизонты то есть подзолистый горизонт однако если мы посмотрим в наш разрез мы не увидим ни хорошо развитого гумусого горизонта ни тем более подзолистого горизонта Все, что мы видим на глубину штыка лопаты, это равномерно окрашенный песчаный светло-бурый горизонт, который говорит нам о том, что лес здесь образовался совсем недавно. И почва еще не успела, типичная лесная почва не успела сформироваться. Такие вот равномерно окрашенные на глубину 20-30-40 см горизонта мы можем увидеть на бывших полях. Там, где проходила распашка плугом, на глинистых почвах граница пахотного горизонта очень хорошо видна, она обычно очень ровная. На печаных почвах эту границу не видно. Но все равно отсутствие лесного почвенного профиля однозначно нам говорит о том, что мы имеем дело с лесом совсем недавно, ну сравнительно недавно, лет 100 назад, сформировавшимся на бывшем поле. Мы сейчас находимся с вами в очень важном месте для биостанции. Фактически это центр, сердце биостанции. Место, которое называется Пять углов. И с которого началась первая лекция по геоботанике. Наверное, вы это место уже запомнили. Почему это место так важно? Потому что здесь пересекается несколько дорог, по которым каждый год толпа студентов ходит на экскурсии во время летней практики. Но важно это место не только поэтому, не только для студентов. Эти пять дорог существовали здесь более пяти или шести веков. Мы сейчас с вами находимся на пересечении древней дороги из древнего села Луцино в древнее село Волково. А напротив нас пересекает дорога из Гигелева в Шарапово. Это тоже древние села, известные по летописям с 16 века. Именно здесь очень интересно наблюдать, как изменилась растительность за последние пять столетий. Когда-то вдоль этой дороги были сплошные поля. Сейчас мы видим хвойные леса. Сосну, ель, отдельные старые березы. И поскольку уже в течение 50 лет студенты описывают эти леса во время летней практики, мы имеем уникальную летопись изменений растительности здесь на протяжении последних 50 лет. А если заглянем в старые карты, то на протяжении как минимум четырех столетий. Ну, бывают такие случаи, когда поверхность почвы перекрывается какими-то отложениями. Естественными, например, алювием или делювием. Или вулканическими пеплами. Или искусственные, например, постройки, которые сделал человек. В недавнем прошлом или очень-очень давно. Например, построил курганы или валы-городищ. В таком случае поверхность почвы оказывается погребенной. И мы можем говорить о погребенной почве. Погребенные почвы консервируются. В них перестают, почти полностью перестают идти все микробиологические процессы. Разложение органики. И эти погребенные почвы похожи на торф. Там тоже могут остаться, сохраниться остатки растений, почвенных животных, млекопитающих, споры грибов и прочие объекты, интересующие палеоэкологов. Мы рассмотрели основные объекты наших исследований. А теперь поговорим о методах. Один из методов, которым изучают торфа, это ботанический анализ торфа. Мы уже говорили, что торф состоит из остатков не до конца перегнивших частей сосудистых и мохообразных, растущих на болоте. В самых верхних слоях торфа, там где растения еще совсем не перегнили, определить их часто не составляет труда. Например, как здесь вот этот сфагновый мох. Это почти целое растение, только уже мертвое. Его можно определить по обычному определителю. В более нижних слоях торфа остаются только отдельные фрагменты тканей или органов растений. И здесь уже простым определителем не обойдешься. Такие фрагменты определяют специалисты по ботаническому анализу, это весьма редкая специальность, по специальным атласам ботанических остатков в торфах. И как бы это было не трудно, всего по нескольким клеточкам влагалища определить вид осоки, это возможно. Определение возможно не только до рода, но и до вида. Составив список растений, составляющих некоторый слой торфа, мы можем себе очень четко представить, какое растительное сообщество росло здесь, на этом месте, в то время, когда этот слой образовывался. Может быть, это было 10, 20, может быть, 100, может быть, 500 лет назад. Таким образом, анализируя ботанический состав торфа, мы можем реконструировать все изменения этого болота, все сукцессии, которые болото проходило за всю историю своего существования. Ботанический состав, то есть состав торфообразователей, напрямую определяет свойства торфа. Цвет, структуру, паш. Вот это вот торф из более глубокой части того же самого болота, с глубины 50-90 сантиметров. И, как видим, он совсем другой. Если мы посмотрим его под микроскопом или бинокуляром, мы увидим здесь небольшие фрагменты тканей, осок и утрофных болотных трав, типичных для низинных болот, таких как сабельник, вахта. Это значит, что в течение образования, в тот период, когда этот торф образовывался, то есть когда-то очень давно, еще давний-давний, может быть, много сотен, а может быть, и тысяч лет назад, болото проходило стадию низинного болота и питалось не только атмосферными, но и грунтовыми водами. Обычно в ботанический анализ входит определение степени разложения торфа. В поле грубо определить степень разложения можно просто потрогав торф, например, сжав его в руках. Слабо разложившийся торф выжимает скап губка, из него вытекает бесцветная жидкость. Сильно разложившийся торф размазывается, как пластилин, и пачкает руку. От чего зависит степень разложения, о чем она нам говорит? Конечно, степень разложения определяется очень многими факторами. И возрастом. Это более древний торф, это молодой. И составом растений с фагном разлагается гораздо хуже, чем травы. И пааж – это кислый торф, это более нейтральный. Но самое главное, на что влияет, что определяет степень разложения, это уровень воды в болоте. Чем больше аэрируемый слой, тем быстрее происходит разложение органики, аэробные. И чем выше вода, тем медленнее происходит разложение, и таким образом быстрее накапливается торф. Вот этот вот сильно разложившийся торф образовывался в то время, когда болото было мелким, и, по всей видимости, достаточно часто пересыхало. Поэтому этот торф накапливался очень долго и очень медленно. А вот этот вот, верхний 30 см торф накапливались всего не более 200 лет. И в этот период уровень воды был примерно такой, как сейчас. То есть, такой, как сегодня. Мы не ходим по болоту, примерно по щиколотку в воде. В таких условиях разложение идет крайне медленно, а торф нарастает очень быстро. Кроме полевых заметок, степень разложения можно определить более точно в лаборатории, рассмотрев торф под микроскопом. Под микроскопом видно, какой процент органики сохранил форму тканей растительных, а какой стал бесформенным. Подсчитав тот процент, можно более точно определить степень разложения. Еще один наиболее современный способ определения степени разложения, или точнее гумификации торфа, это определение концентрации гуминовых кислот с методом масс-спектрометрии. Еще один метод, о котором я бы хотела рассказать, едва ли не самый главный, едва ли не самый важный в палеоэкологии, это споропольцевой анализ. Основан он на том счастливом факте, что высшие растения образуют огромное количество пыльцы и спор, которые разносятся ветром, смешиваются в атмосфере и выпадают на любую поверхность Земли в огромном количестве. Если пыльца падает на камень или на асфальт, она там долго не проживет, ее смоют водой в канаву, в понижение. А вот если пыльца падает на поверхность болота, на торф, она сохраняется здесь на долгие-долгие времена. Мало того, что в анаэробных условиях органика хорошо сохраняется, пыльцевые оболочки сами по себе очень прочные, поскольку содержат очень прочное вещество спорополинин. И в анаэробных условиях пыльца, точнее оболочки пыльцы и спор, могут сохраняться не только тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, но даже миллионы лет. И сохранять те особенности, свои структуры, размеры, формы, которые позволяют определить, какой таксон, вид, род, семейство эту пыльцу произвел. Поскольку пыльцы в воздухе очень много, то на один сантиметр торфа, квадратный сантиметр торфа, выпадает десятки тысяч пыльцевых зерен. А в одном кубическом сантиметре торфа можно насчитать сотни тысяч, или даже миллионы пыльцевых зерен. Это нам дает возможность оперировать большими цифрами и использовать разнообразные статистические методы. В этом преимущество пыльцевого анализа по сравнению со всеми другими методами. Он позволяет использовать математические количественные методы. О чем говорит состав пыльцы в торфе? Конечно, вот здесь, на болоте, мы увидим много пыльцы рядом растущих растений. Ну, прежде всего, сосны. Сосна растет и на самом болоте, и вокруг болота. Кроме того, здесь растет береза. И береза, и сосна образуют огромное количество пыльцевых растений с самой высокой пыльцевой продуктивностью. Поэтому, конечно, в спектрах болота будет доминировать береза и сосна. Но помимо березы и сосны, сюда попадают пыльцы более далеких мест. Из леса, который находится на расстоянии 200, 300, 500 метров от болота. И даже с другого конца биостанции. И даже с другого конца Московской области. А иногда даже из Африки. Благодаря, опять-таки, этой счастливой особенности пыльцы, разноситься далеко в воздухе, мы можем получить по пыльцевому спектру представление не только об этой локальной болотной растительности, но о растительности всех окружающих нас лесных кварталов. И о всей биостанции. И о всей Московской области. И даже европейской части России. Лесной зоны европейской части России. А узнав, как менялась растительность на протяжении тысячелетий в нашей зоне, мы можем реконструировать, как менялся климат, как изменялась растительность из-за деятельности человека. И других факторов. Отобрать пробы очень важно, правильно и грамотно. Но последующая часть работы проходит в лаборатории, специально оборудованной для такого рода исследований. На Звенигородской биостанции мы имеем такие лаборатории, которые позволяют даже в пылевых условиях проводить анализы отложений торфа на пыльцу, фитолиты, угли, ботанический анализ. И такие работы ведутся здесь ежегодно силами студентов, проходящих практику. Я сижу на крыльце лабораторного корпуса Звенигородской биостанции. Принеся образцы в лабораторию, мы обрабатываем их по специальным протоколам. А дальше разглядываем полученные образцы под микроскопом. Со стороны может показаться, что это довольно скучно часами, неделями и даже месяцами сидеть за микроскопом в закрытой лаборатории. Но на самом деле этот маленький окуляр это окно в далекое прошлое. И поэтому эти часы, которые мы проводим за микроскопом, пролетают как секунды. Вот что мы видим под окуляром микроскопа. А вот так выглядят результаты нашего анализа. На этом рисунке представлена схема отложения пыльцы в озере. Представим себе, что какой-то коренной липовый лес был сведен людьми когда-то, много веков назад. Под поля. Потом люди ушли, поля заросли лесом. Сначала березовым, потом еловым. Каждая из этих стадий производила пыльцу. И вся эта пыльца ложилась слоями на дне озера. Мы это озеро пробурили, обработали образцы, посмотрели под микроскопом, посчитали пыльцу. И вот на этой диаграмме отражены результаты этих подсчетов. Глядя на диаграмму, мы можем реконструировать историю заселения, освоения этого места. Какой был лес до того, как пришли люди, когда люди пришли, что они сеяли, чем заросли брошенные поля и как сформировался тот лес, который мы видим сейчас. Интерпретировать такие диаграммы нам позволяет знание об экологии растений, об их экологических нишах, жизненных стратегиях. Первым, и, наверное, на сегодняшний день главным методом, без которого не обходится ни одно полеэкологическое исследование, является методом датирования, точнее методами датирования отложений. Без них мы не будем знать, когда образовывались отложения, соответственно, не сможем реконструировать экосистемы прошлого. В настоящее время самым популярным, самым часто употребляемым методом датирования галоценовых и позднеплоистоценовых отложений является радиоуглеродное датирование, которое основано на определении содержания изотопа С-14 в органических отложениях. На этом болоте, на болоте Сима, мы сделали несколько дат. Самый низ, самая нижняя часть торфа, на глубине более метра, имеет возраст более 6 тысяч лет. На глубине 78 сантиметров дата показывает 4700 лет. Соответственно, менее 40 сантиметров накапливалось более 3000 лет. То есть, очень медленно. Следующая дата это вот этот угольный слой, который находится на глубине около 60 сантиметров. Это пожар, связанный с деятельностью человека. И он датируется возрастом около 2000 лет. А вот последний очень большой пожар, слой которого оставил угольный след на границе между сфагновым торфом и травяным, был всего около 200 лет назад. Радиоуглеродные даты для таких недавних времен по нашим меркам очень неточны. Поэтому мы не знаем точно 200, 150, 180 лет назад. Так или иначе, это 18 век. Именно в 18 веке болото горело и вот весь оставшийся торф, то есть 40 сантиметров торфа, накопилось всего за последние два столетия. Мы видим, что скорость накопления торфа была крайне неравномерной. И были периоды, когда болото пересыхало, и периоды, когда оно вторично и повторно обвольнялось. еще один метод, который используют в палеоэкологии, это анализ углей или антрокологический метод. Всякий кусочек угля, который мы находим в торфе, свидетельствует о пожаре. Если это большой фрагмент, который можно определить, фрагмент ревесного угля, то мы узнаем, какие деревья горели. Уголь можно протатировать радиуглеродным методом, и мы можем узнать, когда эти деревья горели. Если угольки очень мелкие, микроскопические, то, скорее всего, они принесены ветром, как пыльца. И посчитав их концентрацию, мы можем узнать историю, региональную историю пожаров. То есть изменение концентрации угля в воздухе. таким образом, антракологическое исследование это всегда реконструкция пожарной истории, что очень актуально в наше время для предотвращения пожаров и охраны наших лесов во всем мире. часто в торфе можно видеть не отдельные угольки, а целые угольные прослои. И как правильно, они связаны либо с климатическими катаклизмами, очень серьезными, типа землетрясений, ураганов, метеоритов, либо хозяйственной деятельностью людей, которые издавна используют огонь для расчистки полей от леса. А болоты они жгли для того, чтобы использовать их под пастбище. Потому что если сжечь торф, то первые годы после пожара болото станет травяным, пригодным для выпаса. Потом процесс заболачивания возобновляется с новой силой, и болото снова возвращается в свое исходное состояние. Еще одним ботаническим методом, который используют в палеоэкологических исследованиях, является метод фитолитов. Фитолиты это кристаллы оксида кремния, которые образуются в клетках растений и повторяют форму клеток, по которой эти фитолиты можно определить. Определить, какой вид растения их произвел. В отличие от прочей органики, фитолиты сохраняются даже там, где не сохраняется пыльца и уж тем более ткани растений. Например, в засушливых варидных регионах, где нет водных отложений и никакая другая органика не сохраняется. Фитолиты образуют далеко не все растения. И нам предстоит еще очень много узнать о фитолитах, много еще остается загадкой, но некоторые очень важные для нас группы растений, например, злаки, образуют фитолиты в огромных количествах и такой формы, которая позволяет отличить нам разные экологические группы злаков и самое главное, например, отличить культурные злаки от дикорастущих. И в этом смысле фитолитный метод совершенно незаменим в исследованиях истории земледелия. Фитолитный метод молодой и он развивается на наших глазах. Пока специалистов по фитолитам во всем мире сравнительно немного, всего около тысяч человек. Однако это очень активные исследователи, которые объединились в международное сообщество фитолитов, объединяющие ученых по всему миру. И в создании этого общества самое активное участие принимал выпускник нашей кафедры Михаил Сергеевич Блинников. Он же был первым президентом этого общества. Изучение годичных колец в древесине деревьев один из методов лесоведов или дендрологов. Вы уже слышали об этом на предыдущей лекции. По числу годичных колец можно определить абсолютный возраст дерева. Но метод этот очень важен и для палеоэкологов. Палеоэкологи его называют метод дендрохронологии. Дело в том, что годичные кольца, годичный прирост очень зависит от погодных условий, а в целом от климата. Поэтому сравнив годичные приросты за много-много лет можно очень точно определить изменения некоторых климатических параметров. Например, влажности или длины сезона. Дендрохронологи изучают не только живые деревья. Понятно, что живые деревья, возраст живых деревьев ограничивается несколькими столетиями. Но в некоторых условиях, например, на дне озер или под ледниками, сохраняются или в археологических памятниках можно найти стволы деревьев, которые жили там много-много-много лет раньше. И изучая стволы древних деревьев и сравнивая их с древесиной современных деревьев, можно построить единую дендрохронологическую шкалу за много тысячелетий. Подобная дендрохронологическая шкала позволяет очень точно датировать различные события прошлого. Дендрохронология, то есть изучение годичных приростов, дает нам совершенно уникальный шанс для более точного датирования событий. Потому что имея срез древесины, мы можем датировать с помощью современных методов отдельные годовые кольца и сравнивать даты между собой. Такой метод позволяет датировать даже те события, которые трудно датировать обычным радиоуглеродным методом. В частности, события недавнего прошлого, укладывающиеся последние несколько летий, или те события, которые в силу особенностей содержания углерода, изотопы углерода С4 в атмосфере плохо укладываются на калибровочную кривую. Например, недавно нам удалось с помощью дендрохронологического метода датировать основание древнего города Вязьмы, которое до сих пор было неизвестно. Датирование проводили по дубовым спилам гробов, захоронений, обнаруженных под современным собором, стоящим на горе города Вязьмы. С помощью дендрохронологии также совсем недавно удалось датировать строительство первого московского Кремля. Кроме ботанических остатков, растительных остатков, в торфе можно еще найти массу интересного. Например, вулканические пепла. Какие вулканические пепла в Подмосковье, скажете вы? Где у нас вулканы? Конечно, таких прослой пепла, как на Камчатке или на Аляске, мы здесь не увидим. Но если мы сделаем анализ на тяжелые металлы, то очень вероятно, что мы найдем пики некоторых тяжелых металлов в определенных слоях торфа. чаще всего они связаны с некими далекими извержениями вулканов и пылевыми бурями, которые этот пепел принесли на нашу территорию. Такие исследования ведутся во многих странах. И поскольку история вулканических извержений в Европе изучена очень хорошо, каждый такой пик пепла будет очень точной датой, с помощью которой можно датировать торф. Что еще можно увидеть в торфе? Пыль. Если мы сожжем торф, всю органику, она уйдет в воздух, углерод, останется неорганическая часть торфа. И если эта часть содержит пылеватые частицы, это значит, сюда их принесло ветром, иначе откуда они могут взяться. Пики пыли в торфе означают ураганы, а химический состав пыли может определить, из какой страны этот ураган принес нам эту пыль. Из Африки, Азии или Восточной Европы, потому что состав пыли везде разный. Что еще можно в этой неорганической части увидеть? Наоборот, крупные частицы, песчаные частицы. Песок в торф тем более не может прийти сам с собой. Песок в торф могут принести только люди или животные. Чаще всего это скот, например, коровы, которые на копытах разносят песок, в то время как пасутся на болоте или пьют воду. И пики песка в торфе означают периоды использования болота под пастбище. Помимо растительных остатков в торфах можно найти и массы других организмов. Например, диатомовые водоросли, зеленые водоросли, раковинные амебы, насекомые, рачки. Все они тоже могут быть определены до определенного токсономического уровня и рассказать нам об каких-то специфических экологических особенностях того периода, когда они накапливались в болоте, когда они жили в этом болоте. Ну, например, диатомовые водоросли очень чувствительны к солености воды, а также проточности или застойности. а кладоцеры чрезвычайно чувствительны к температуре. Раковинные амебы чувствительны к уровню воды. И если мы сделаем анализ, как можно больше независимых анализов одной и той же колонки, мы получим целую серию независимых данных, которые можно сопоставить друг с другом и сделать наиболее доказательной реконструкцией экосистемы прошлого. Из предыдущих кадров могло сложиться впечатление, что работа по аллее эколога это бродить с буром по болотам, копаться в черной грязи или бродить с лопатой по лесам. Конечно, это часть нашей работы, но наверное, не более чем одна десятая. Большую часть времени мы проводим за компьютером или в лаборатории. Кроме полевых исследований, очень важной частью нашей работы является работа с документами, историческими и археологическими свидетельствами прошлого, той территории, которую мы изучаем. Звенигородской биостанции повезло. Для этой территории осталось довольно много исторических свидетельств, в частности, исторических карт. По ним мы можем увидеть, например, что многие кварталы, занятые лесом сейчас, в прошлом были распаханы, заняты полями. Звенигородская биостанция – полигон для работы Института археологии, и здесь много лет ведутся очень подробные детальные археологические исследования. больше 35 памятников открыты на территории Звенигородской биостанции, и изучая отчеты археологов, мы можем узнать, что под современным лесом были средневековые селища, городища раннего железного века, могильники бронзового века, и даже мезолитические поселения. Мы сейчас находимся посредине курганной группы. Это могильники примерно 12-го начала 13-го века. Когда-то, больше 800 лет назад, здесь, на правом берегу Москвы-реки, жили славянские племена, которые называют вятичами, хотя это и не точно известно. Они были язычниками, хоронили своих умерших по языческому обряду, закапывали в курганы. Они клали покойника на поверхность почвы, не рыли могил и засыпали грунтом, в данном случае песком. В результате образовывались погребенные почвы, погребенные под курганами. Почвы эти сформировались, как я уже говорила, больше 800 лет назад и соответственно сохранили все признаки растительных сообществ, которые были на тот момент, на момент погребения. Вот эта серая прослойка под песчаной насыпью, это та самая погребенная почва. Погребенная почва 11 или 12 века. она имеет светло-серый цвет из-за того, что в ней очень много золы. И включение крупных и мелких угольков. Вот, 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 вот. Очень интересная пятнистая нижняя поверхность это следы почвенных пчелок, которые поселяются на пожарищах, только на пожарищах. И, как выяснили ученые, опыляют растения на подсечных полях. Вот такие вот округлые язычки на нижней границе, пальцеобразные, это следы почвенных пчел. Они больше, чем следы дождевых червей, но меньше, чем следы шмелей. Их диаметр не больше одного сантиметра. Мы здесь видим край насыпи кургана, разрезанные дорогой. То, что лежит выше погребенной почвы, это песчаная насыпь, сам курган. Это погребенная почва, это то, что археологи называют материк. Кроме того, в этой почве можно найти мелкие кусочки древней керамики. К сожалению, я не знаю, чья она. А также разглядеть более подробно эти угольные включения в почве, дающие ей такой характерный серо-пепельный цвет. Если отобрать образцы из этой почвы и посмотреть под бинокуляром и пидмоискроскопом, мы увидим очень характерные округлые, окатанные угольки, покрытые тонким слоем пыли, характерные для подсечных полей. Что такое подсека? Это такой способ земледелия, когда жители подсекают, то есть снимают кору с деревьев для того, чтобы их убить, высушить, потом поджигают и без глубокой распашки, просто слегка выровняв землю, сеют на этом пожарище какие-то культурные растения. У нас, например, у славян это было принято репу или проса или рожь. Если посмотреть эту почву под микроскопом, то можно увидеть пыльцу ржи, пыльцу синего василька, пыльцу гречихи, пыльцу проса, фитолиты проса, обугленные семена пахотных пашиных сорняков. Кроме того, в этой почве, кроме пыльцы и семян растений спутников человека, которые рассказывают нам о том, как люди здесь жили и каким хозяйством занимались, в этой почве очень много пыльцы деревьев, но только совсем не таких, как сейчас. Сейчас вокруг курганов сосновый лес, очень красивый сосновый лес. Это одно из самых красивых мест Ленигородской биостанции. Недаром здесь рядом находится санаторий МГУ. Но в те времена, когда здесь жили вятичи и сводили лес под подсеку, лес был совершенно другой. Эта почва наполнена пыльцой липы. Здесь был липовый лес, который сожгли, свели, а потом на заброшенных полях выросла вот эта сосна. Не эта, которую мы сейчас видим, но состав леса полностью сменился. Мы исследовали эту почву не только на пыльцу и угольки, мы продатировали угольки с помощью радиоуглеродного метода. И результат превзошел наши ожидания. мы думали, что мы здесь обнаружили один эпизод подсеки, связанный с поселением Вятичей, которое основали эти курганы примерно 900 лет назад. Но оказалось, что под этой подсекой лежат еще две подсеки, которые были в первом и в пятом веке нашей эры. И это уже не вятичи, не славяне, а скорее всего диковские племена культуры раннего железного века. И надо сказать, что это первая датированная находка подсеки железного века у нас в Подмосковье. А может быть и везде. История этого черно-ольшаника тоже не лишена интереса. Во-первых, это сообщество достаточно редкое для Звенекородской биостанции. Черно-ольха это единственное место, где произрастает черная ольха. Во-вторых, площадь этого кусочка леса очень невелика, а сверху она выглядит как абсолютно круглая. Поскольку такое вот черно-ольховое болото единственное на территории биостанции, нас заинтересовало, насколько оно устойчиво, является оно реликтовым и что ожидать в будущем от этого сообщества. Для этого несколько лет назад мы вместе с Ксенией Борисовной, которая читала вам первую лекцию, и вместе с древесным буром изучили возраст большого количества деревьев, может быть, даже большей части деревьев, составляющие данное сообщество. первоначально нам казалось, что это разновозрастное сообщество, поскольку стволы деревьев очень разные по диаметру, но оказалось, что они все одновозрастные, всем им около 60 лет. Следовательно, все они имеют возраст основания заповедной территории биостанции. То есть они выросли после того, как был установлен заповедный режим. К сожалению, мы искали подрост ольхи, и подроста тоже не нашли. Таким образом, это одновозрастное сообщество, и совершенно непонятно, насколько оно устойчиво, и как оно будет возобновляться дальше. Возникает вопрос, а что же здесь было раньше, до того, как поселилась черная ольха? На этот вопрос ответило изучение торфяного керна. Оказалось, что до того, как здесь поселилась ольха, здесь было открытое низинное осаковое болото. Кроме того, вокруг этого болота не было никакого леса, ни ольхового, ни елового. Пойма была открытой и использовалась подпастбище. Это нам рассказал споропальцевой анализ. Болото оказалось совсем недавним, несмотря на большую мощность торфа. Дата нижнего слоя торфа оказалась всего 300 лет. Конечно, сразу возникла гипотеза о том, что болото искусственного происхождения, дарм, оно такое круглое. И в те времена люди использовали плотины для образования, для использования ручьев и маленьких речек в качестве источника воды. Такой вариант вполне возможен, тем более, что рядом археологи нашли селища того времени. Но есть и другая гипотеза происхождения этого болота. Дело в том, что когда мы копали многократно копали здесь почвенные шурфы, чтобы изучить торф, мы натыкались на слой крупных плоских кормней округлой формы. как эти камни оказались в торфе, объяснить естественными причинами совершенно невозможно. Камни эти могли быть принесены либо людьми, либо бобрами. Предположение о бобрах возникло из-за того, что совсем недавно в Канаде было произведено исследование того, как бобры роют каналы в маренах. Дело в том, что в маренах очень много камней. И бобрам, чтобы прорыть канал, приходится эти камни вытаскивать наружу и складывать рядом со своими каналами. Из-за специфики анатомии бобра бобр не может взять камень больше 19 сантиметров в диаметре и меньше 5 сантиметров в диаметре. Соответственно, померив все камни вдоль канала, выяснили, что средний размер камней около 16 сантиметров в диаметре, максимально 19. Мы тоже померили свои камни, хотя их было гораздо меньше, чем в том исследовании, тем не менее, статистика у нас казалась похожей. Максимальный диаметр 19 сантиметров, а средний около 16. Так что гипотеза с бобрами также не лишена оснований, тем более, что бобры водятся в долине Москвы реки в больших количествах даже сейчас, и следы их плотин и хаток можно видеть и в настоящее время. Мы сейчас находимся в самом центре болота, которое на биостанции называют Сима, а местное называют Волковским болотом. Это одно из самых, а может быть, самое любимое место и студентов, которые проходят здесь практику, и сотрудников биостанции, и местных жителей тоже. Оно очень небольшое, но весьма живописное. Как видно, оно имеет почти правильную округлую форму, очень четкие края, которые разграничивают болото с лесом. А край на болото занимает такой очень низкорослый лесок из сосны и березы, скорее сосново-березовое редколесие с богульником и с фагноном. А центр болота это открытая сфагновая сплавина, которая образовалась на месте заросшего карьера. Когда-то здесь добывали торф и вынули его почти целиком. Образовалась чаша, которая заполнилась водой и впоследствии заросла сплавиной. Сплавина это такой матрас, мат, англичане так и говорят мат, из сфагновых мхов, которые растут на густом сплетении корневищ, осоки и шехстерии или других корневищных болотных трав. Часть карьера не заросла, осталось небольшое озеро, в котором все очень любят купаться. Здесь чистая теплая вода. Большая же часть карьера заросла с половиной. На самом краю сплавина очень тонкая, с нее очень легко провалиться. В центре болота сплавина достигает толщины почти метра, но все равно под ней сохранилась вода. Поскольку здесь проходит практику в течение многих лет, конечно, всем нам интересна история этого места, этого болота. Очевидно, то, что мы видим сейчас, это результат весьма интенсивной хозяйственной деятельности, в частности, торфоразработок. А вот когда они были, и что было до них, до недавнего времени оставалось неизвестным. И, конечно, многим студентам и нам вместе с ними хотелось узнать, разгадать загадки этого болота, поэтому здесь проходила целая серия студенческих работ. Все то, что я уже говорила и про состав торфа ботанический, и про радиоуглеродные даты, керны, которые я показывала, были взяты именно здесь, на болоте Сима. И что же показали наши исследования. Благодаря тому, что во время выработки торфа все-таки увезли отсюда не весь торф, и кусочек древнего болота сохранился до нашего времени, нам удалось реконструировать всю историю болота от самого начала до сегодняшнего дня. Я стою на самом краю той небольшой части древнего болота, которая сохранилась до нашего времени. Это вот это березово-сосновое редколесие с богольником. Здесь торф сохранился в своей первозданной целостности, неперемешанной. И сделав несколько анализов ботанический, споропыльцевой и радиоуглеродный, мы сумели ответить на некоторые вопросы. Например, сколько лет этому болоту, когда оно образовалось. Поскольку самый нижний слой торфа датирован более датой более 6 тысяч лет, значит, и возраст всему этому болоту как минимум 6 тысяч лет. Было ли это болото верховым раньше? Нет. Оно стало верховым сравнительно недавно. А до этого, в течение многих тысячелетий, это было низинное и потом переходное болото, когда сделали карьер. К сожалению, мы не знаем это точно, но на картах начала 19 века это болото выглядит точно так же, как сейчас. Это значит, к тому времени карьер уже был и с половиной была такой же, как сейчас. Значит, торф добывали не позднее 18 века. Об этом приблизительно говорят и наши радиоуглеродные даты. с чем связано обводнение болота. Почему сейчас уровень воды выше, чем был когда-то, столетия и тысячелетия назад? По всей видимости, именно благодаря торфоразработкам. Потому что после того, как торф осушили и вынули, образовавшаяся низина была затоплена водой заново и пошел болотообразовательный, торфообразовательный процесс с новой силой. А поскольку тому времени на оставшихся берегах этого карьера уже был сформирован сфагновый покров, сфагновые мяки очень быстро захватили практически всю территорию с половины, сформировав то верховое болото, которое мы видим сейчас. Но это не все, что мы узнали, исследовав керн из болота. Проанализировав пыльцу мы узнали, какие леса росли здесь 6 тысяч лет назад, 5 тысяч лет назад. В это время никаких сосен и елей вокруг не было, а вокруг были широколестные леса из дуба, липа, вяза, ясеня, клена. Потом, после пожара, который случился около 4 тысяч лет назад, здесь появилась сосна впервые. а потом, еще тысячелетия спустя, появилась ель, по всей видимости, в связи с похолоданием. Но самые большие изменения здесь произошли примерно 800 лет назад, то есть начиная с 12 века и по 16-17 век. На картах 18 века можно четко увидеть, что вокруг болот в то время леса не было вообще. Вокруг были сплошные поля. Поля, по всей видимости, были раньше. Первые поля здесь появились возможно еще 2000 лет назад, а потом массовое сведение веса произошло в 12-13, 14-15 веках. Здесь выращивали пшеницу, рожь, ячмень, проса, здесь пасли скот, на берегах болота были луга с типичными луговыми растениями, которых мы сейчас здесь конечно не увидим. И только после разработки торфа и образования карьера это место было заброшено и природа взяла свое. Болото пошло развиваться по верховому олиготровному пути, а берега его взросли хвойным лесом, сосной и елью, которые мы можем видеть сейчас. Как я уже говорила в начале лекции, палеоэкологические исследования все более и более востребованы в самых разных областях человеческого знания, человеческой деятельности. Хотя автоматические системы распознавания определений, датификации объектов разрабатываются во всем мире очень активно. Но в нашей области они еще не получили широкого распространения и повсеместного использования. И наше экспертное мнение, наш личный опыт все еще является очень важным, принципиально важным в любом палеоэкологическом исследовании. Поэтому специалисты, а их очень немного, всегда востребованы. И это одна из причин, почему мне эта область кажется важной, интересной для проектирования дальнейших планов научной жизни. Например, студенты, выпускники, студенты нашей кафедры уже сейчас работают не только на территории России, но и далеко за ее пределами. Например, на Алиутских островах, в Эстонии, в Ирландии. Другая причина, по которой мне моя область очень нравится, и я думаю, что всем моим коллегам тоже, это необыкновенное разнообразие объектов, с которыми нам приходится сталкиваться. можно одновременно заниматься и историей ураганов в Северной Канаде, и историей вулканизма на Камчатке, копаться в культурном слое древней Москвы и изучать историю взаимоотношения леса и степи в Поволжье. Можно изучать содержание желудков древних мамонтов, или копаться в торфах, которые иногда по счастливой случайности удается найти под Москвой и которым более ста тысяч лет. Третья причина тесно связанная с этим. Любое палеоэкологическое исследование это мультидисциплинарное исследование. Это работа большого коллектива самых разных людей, самых разных специальностей. и почти каждый раз коллектив оказывается разным и очень интересным. Приходится работать не только с биологами самых разных специальностей, зоологами, энтомологами, специалистами по грибам или водорослям, но и с геологами, почвоведами, археологами и даже этнографами и фольклористами, потому что в фольклоре тоже сохраняется масса интересной палеоэкологической информации. Ну и последнее тоже очень важно. Занятие палеоэкологии, палеоэкологические исследования это, как я уже говорила, складывание пазла из маленьких кусочков. И как складывание пазла вызывает у любого человека азарт и удивительное удовлетворение, когда результат получается, то наша работа связана с очень сильными положительными эмоциями. Каждый раз, когда нам удается сложить этот пазл, мы испытываем такое удовольствие, которое трудно получить где-либо еще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok